В Линце завершился третий, заключительный день турнира Гран-при Верхней Австрии по дзюдо. Перед началом соревнований на Типс-арене местные звезды Аарон Фара и Михаэло Полярес пообщались с болельщиками, раздавали автографы и, конечно, фотографировались вместе с любителями дзюдо. В весовой категории до 90 килограммов золотую награду завоевал кубинец Иван Филиппе Силва Моралес. Ему удались два приема на оценку в Адзари в финальной схватке с выступающим за Испанию Тристаном Масахлишвили. Член судейской коллегии Международной федерации дзюдо Мануэль Кортес вручил медали спортсменам. Это хорошее чувство зрителей, ждали меня, автографы, фотографии, все это потрясающе, просто потрясающе. Я выиграл медали и готов фотографироваться, чтобы передать свои чувства публике. В весе до 78 килограммов у женщин Анна Монта Олег из Германии победила Юлию Курченко из Украины, завоевав свою вторую золотую медаль на турнирах мирового тура в 2024 году. В церемонии награждения приняла участие член судейской коллегии Международной федерации дзюдо Кэти Флюри. Я чувствую себя здесь как дома. Думаю, что зрители здесь потрясающие, потому что уже в самом начале, даже на предварительной стадии, было много болельщиков. Тут очень приятно бороться. В финале в категории до 100 килограммов встретились двукратный чемпион мира португалец Жорджи Фонсека и Леандро Гонсалвес из Бразилии, который выиграл гран-при Верхней Австрии в прошлом году. Удача вновь сопутствовала бразильцу. Удавшийся прием на оценку в Адзаре принес ему второе золото линца. Медали вручил главный рефери-директор Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров. В весе свыше 78 килограммов у женщин золотую награду завоевала Беатрис Соуза, досрочно закончив финальную схватку благодаря приему на оценку Япон. Это первое золото бразильянки на турнирах гран-при. Член судейской коллегии Международной федерации дзюдо Джузеппе Мадалони вручил ей медаль. Чемпион мира 2022 года, кубинец Энди Гранда и двукратный чемпион мира и Олимпийских игр Лукаш Кырпалик из Чехии сошлись в финале в категории свыше 100 килограммов. Успешно проведенный болевой прием принес победу Кырпалику. Чешский дзюдоист отпраздновал ее со своими болельщиками. Золотую медаль ему вручил главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта. Неплохой день на татами провели и австрийские дзюдоисты. А самым ярким моментом для местных болельщиков стала победа Лорина Беллера в схватке за бронзу. Турнир в Линце завершен. Все победители гран-при Верхней Австрии определены. Редактор субтитров А.Семкин